Мы не делёмся. Мы что делаем? Скажите, что мы делаем каждый день? Болитесь? Нет. Вы восхваляете Бога. Да, мы восхваляем. Это и есть истинная религия. Когда я буду восхвалять, у меня нет времени хай, христиан, католиков, мусульман, просто людей. У меня нет времени хай. Я их восхваляю святыми на Бога. А через это очищается моё сердце. А почему люди не очищаются? Они держатся. Очищаются. Но если человеку предлагаешь, придите, пожалуйста, вместе будем восхвалять святыми на Бога, и он не хочет... А он говорит, что ты неправильно восхваляешься, я правильно восхваляю его. И поэтому у них идёт праздник. Если это важно, каждый считает, что только он прав. Но каждое действие ведёт за собой какие-то следствия. И это видно. Если я восхваляюсь святыми на Бога, и отношусь ко всем с уважением, даже тогда, когда меня ругают, это говорит, что я иду верным путём. Но как только я начну презирать кого-то, ненавидеть кого-то, агрессивно относиться к этому, это значит, что я делаю что-то неправильно. Не учение неправильно, а я делаю что-то неправильно. Получается, что там миллиарды людей, что они делают, это неправильно делают. Это как, если человек ходит в школу, учитель его по математике, допустим, обучает, 30 учеников обучатся на пятёрке, на четвёрке, а один двоих обучатся на двойке. Это не значит о том, что учитель, это говорит, что ученики неправильно понимают его. Это не по моему, это по учению Господа. И что самое неприятное, что каждый считает, что он прав, только он прав. Да, до тех пор он считает так, что... Да, но когда он поймёт учение Господа Бога, что нету хрустьян, нету хрустьян, нету хрустьян, что мы все дети Божьи, что мы души единого Бога, этот человек никогда даже взглядом плохим не будет смотреть на окружающих людей. Ваши тогда, получается, они не истинно верующие там где? Да, понимаете, учение должно давать человеку истинные знания, а истинные знания должно привести человека к преданному служению. А преданное служение само по себе, оно духовное, оно очищает человека от гадостей, от всяких. А там очищаете кого? Все они веруют, и все верят люди в таком-то... Вера, верить можно невежестве, верить можно в страсти. И если человек верит в невежестве, верит в страсти, то верить они совершенно... Вера... А там, когда Ваша вера у Вас сама есть? У нас, это не наша вера, эта вера называется санатанов гармой. Санатанов означает вечное, и гарма означает предназначение. Если Вы поняли, что Вы душа, я понял, что Я душа, то нашим язвам служить Господу Богу. Вот и все. А это не что, это моя вера, это вера всех. Нет, я не говорю, не моя вера, а которая я не делюсь, что у меня. Удачи!